Ровно в полночь 12 отважных участников сбираются на башню высотой 14 метров. На ней висит 9000 булочек в пластиковой упаковке. Это кульминация фестиваля булочек на отдалённом острове Ченг-Чао в Гонконге. Девять мужчин и три женщины соперничают в том, кто положит больше булок в свои сумки за три минуты. Также считается, что тот, кто сорвёт булочку прямо с вершины башни, принесёт своей семье удачу. Королём и королевой башни назвали спортсменку-поледолаза Нью Джанет Кун и пожарного Ибкин Мана. Кун, чемпионка женской группы, набрала больше очков, чем победитель среди мужчин. «В прошлом году я паниковала, нервничала и вела себя хаотично. В этом году мы были быстрыми, безжалостными и точными. Я также посмотрела много роликов с прошлогодних соревнований, определила, в каких моментах я ошиблась и всё исправила. В этот раз я оправдала свои ожидания и была приятно удивлена, потому что получила самый высокий бал в целом, включая бал в мужской группе». На время фестиваля на остров приезжают десятки тысяч туристов и гонконгцев. За счастливыми булочками выстраиваются очереди в местные кондитерские. «Мы готовим эти булочки из-за их значения. В прошлом люди верили, что они защищают от чумы. Во время фестиваля булочек, съев счастливую булочку, люди чувствовали, что они будут в безопасности и здоровы. Мы занимаемся этим уже более 50 лет». Кроме того, в рамках фестиваля проходит парад плавающих цветов. Главные герои на них – дети, одетые как божества. Их проносят по всему острову в сопровождении музыкантов и танцующих львов. «Было невероятно впечатляюще увидеть башню булочки, то, насколько она высока, и увидеть, как на неё взбираются люди. Это просто невероятный фестиваль. Я так рад, что смог его увидеть». Фестиваль здесь проводят уже более века. В ходе него обычно молятся божествам, чтобы защититься от стихийных бедствий и эпидемий. При этом, во время пандемии COVID-19 его отменяли на несколько лет. Субтитры создавал DimaTorzok